Как и обещали, мы раз в месяц проводим для средств массовой информации пресс-конференции или круглые столы по наиболее актуальным вопросам, связанным с сохранением культурного наследия Санкт-Петербурга. В прошлый раз мы обсуждали с вами сложный и достаточно травматичный процесс, который потерпевает у нас устье Жора и зона охраняемого ландшафта, являющаяся частью объекта всемирного наследия. Сегодня у нас не менее сложный и, конечно, вызвавший большой резонанс в городе сюжет. Мы 31 января 2020 года были все благодаря тому, что практически велась прямая трансляция, свидетелями обрушения нашего спортивно-концертного комплекса Петербургский, бывший спортивно-концертный комплекс имени Ленина, и гибели человека рабочего, Матвея Кучерова. И, собственно, конечно, мы не могли пройти мимо всех этих событий по многим причинам, о которых сегодня и поговорим с вами. В течение недели после этого ведущие профессиональные организации, которые занимаются в нашем городе архитектурой, градостроительством, сохранением наследия, выпустили свои заявления и Союз архитекторов, и Петербургское отделение ВАОПИК, и Петербургское отделение КАМОЗ. Материалы эти есть у вас в раздатке. Но мы считаем, что на самом деле разговор об этой трагичной истории, он только начинается, требует самого серьезного общественного внимания к причинам и, собственно, к последствиям того, что произошло. Поэтому мы пригласили сегодня людей, которые, безусловно, максимально компетентно могут рассказать и потом ответить на ваши вопросы по этой проблеме. С нами сегодня президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Сергеевич Романов, вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Станислав Гайкович, с нами также член Совета Санкт-Петербургского отделения КАМОЗ, член Президиума Санкт-Петербургского отделения ВАОПИК, и Стойка архитектуры Александр Кречмир. К сожалению, не смог нам присоединиться, хотя очень хотел Григорий Иванович Белый, но, значит, я думаю, что и в этом составе мы сможем обсудить и осветить основные вопросы. И я, наверное, попрошу вначале Олега Сергеевича, буквально, может быть, три минуты, сказать, а почему, собственно говоря, такое внимание к этому объекту, потому что иногда можно услышать, ну что, советское здание конца 70-х годов, достаточно уже морально себя изжившее, что такое, в общем, шума, такое внимание, почему, собственно, мы все время о нем говорим, в чем, так сказать, уникальная значимость для города этого объекта с точки зрения и Союза архитекторов, и специалистов. Спасибо. Слышно, да? Ну, добрый день, участники пресс-конференции. Наверное, многие уже знают вообще все нюансы и ту историю, но я хотел бы напомнить, почему вот именно внимание как бы сконцентрировалось вот на этом объекте. Хочу два слова сказать, что достаточно давно, еще в начале 2000-го года, в 2000-х годах, мы в Союзе создали список объектов. Он состоял по началу из 22 пунктов. Это те объекты, которые мы считали, которые необходимы, включены в реестр памятников. Вот. И одним из них был, конечно, СКК. Вот. То, что там с ним произошло потом, это, конечно, ужасно, и мы об этом, конечно, сейчас еще немножко поговорим. Но возвращаясь к СКК, почему? Казалось бы, действительно, как Александр Александрович сказал, ну, строение там 79-го года, завершенное в 79-м году, казалось бы, ну, надо, понимаете, немножко отрешиться от конкретики и, может быть, вернуться к теме сохранения вообще зданий, сооружений этого периода, этого периода и Сталинского периода. Тут тоже возникают проблемы. И надо это немножко не затягивать, и, наверное, это активно, как бы, защищать. И уже путем внесения этих объектов уже в геоп на рассмотрение, и чтобы они попадали в реестр. Что касается СКК, значит, сама архитектура, я не буду говорить про авторов. Авторы очень авторитетные. Авторский коллектив возглавляет Николай Баранов, это наш бывший главный архитектор, очень опытный. Ну, и там ряд архитекторов, и самое главное, конструкторов, потому что одной из таких главных достопримечательностей этого объекта – это вот эта мембрана знаменитая. Знаменитая мембрана, которая вошла в перечень уникальных инженерных сооружений всего мира на уровне Эйфелева башни, там тоннеля под Ла-Маншем и так далее, и так далее. Вот, это уникально. И они еще в свое время, еще в советское время, получили международную премию, которая, ну, единственная была в советское время присуждена именно такому объекту. То есть это сочетание архитектуры и инженерии. И вот, казалось бы, там, когда я тут беседовал с некоторыми чиновниками, там они говорили, что вы цепляетесь за эти, знаете, ребрышки и так далее. И потом совершенно такой чудовищный, как бы, тезис. Ну, видите, там мембрана ее же не видно. Понимаете? Вот это вот немножко такое недопонимание, это, к сожалению, есть, присутствует. Ну, и вот не только архитектура, но и мембрана – это являлись вот такими вот уникальными вещами, которые, ну, заставляют нас требовать или, как бы, требовали внесения этого объекта в реестр охранных памятников. Ну, вот, собственно, два слова хотел сказать. Ну, может быть, коллеги добавят, почему мы вот так сосредоточились, концентрировались вот именно на этом объекте. Ну, еще, конечно, вот эта трагедия и вот этот трагизм гибели человека, ну, и трагизм гибели такого сооружения – это, конечно, тоже уникально, мне кажется, в плохом смысле уникально, конечно. Вот, это, конечно, тоже требует внимания и анализа на будущее, потому что, ну, мы знаем, например, что сейчас уже, правда, нет такой уже прямой информации, достоверной такой уж, но уже звучатся тучи над, например, аэропортом. Жука. Вот, что очень тоже недопустимо. Кстати, он под первым номером у нас в нашем списке. Ну, вот, собственно, кратко... Спасибо, Олег Сергеевич. Святослав Владимирович, может быть, что-то хотите добавить, и мы бы перешли тогда уже к, собственно, сюжету вот этого трагического происшествия 31 января. А можно поставить коротенький, все, конечно, видели это, но просто, может быть, удобнее будет комментировать, почему рухнуло здание? Как вообще вот вы, как профессионалы, оцениваете те работы, которые проводились на объекте, и как вообще вот можно было бы прокомментировать всю эту ситуацию? Да, конечно, Союз сделал специальное заявление на эту тему. Оно довольно широко разошлось. Мы с людьми коллегами тоже его раздали. Но здесь, может быть, вот хотелось бы чуть подробнее с точки зрения технологии происшедшего понять, как вообще это стало возможным, да, почему. Ведь наверняка не те, кто планировал эти работы, не предполагали гибель человека и такое стремительное развитие событий. Ну, если можно, да, подробнее. Ну, как я бы хотел согласиться со всем тем, что сказал Олег Сергеевич, довольно концентрировано, правильно и в широком плане, и в узком. Если переходить к конкретному происшествию... Светлана Павлович, вот буквально там три минуты у вас за спиной идет... Я скажу, что Александр Павлович поправился, конечно, но Станислав, это неплохо, но я с этим субтитры славу. Светлана Павлович, вот, собственно говоря, все видели эти кадры. Почему такое стремительное разрушение такого огромного объекта? Действительно ли, да, как говорят, все было вообще настолько аварийно и уже изношено, на что и вызвало, как можно сейчас услышать иногда, да, такой стремительный гибель объект? Светлана Павлович, смотрите, значит, вот рассказ о том, что сооружение рухнуло из-за своей ветхости, это образец вот такой беспардонной лжи из серии, чем круче ложь, тем лучше она ложится на умы. Это абсолютная неправда. Значит, сооружение быстро и стремительно рухнуло из-за того, что из-за своих позитивных качеств. Оно было неким гениальным сооружением, которое выдерживало, несмотря на то, что было создано еще в то отдаленное время, оно выдерживало уничтожение, будучи предварительно напряженной конструкцией, оно выдерживало уничтожение до 10, как выяснили обстоятельства, оно рухнуло только после того, как были изъяты из работы около 20% опорных конструкций. Тогда как по современным нормам сооружение должно выдерживать в порядке борьбы с терроризмом разрушение одной из существенных конструкций, после чего оно не должно складываться. Но если 2, должно, а если 3, тут убрано было 10, и только там, на какой-то там после 10, все сложилось. То есть несущие конструкции, это вот эти вот ванны, которые перерезали. Да, разборка этой конструкции была безобразным издевательством над чудесным гением нашей русской мысли. Кто этим занимался, непонятно. И как этим занимались, непонятно. Никаких сведений о том, что демонтаж происходил, как и положено, по какой-то документации, а не какой-то, я зря сказал, какой-то. Документация должна была быть и должна быть проэкспертирована. Должно быть заключение о документации по демонтажу сооружения. Это нормальный, стандартный пункт. Сейчас об этом никто не говорил. Было это, не было. Для меня это большой вопрос. Как региональный. Значит, то, что мы видели, вот нельзя безболее смотреть, вот, на этот ролик, который только что все видели, наверное, 18-й раз. На нем все понятно, значит, какие ошибки были совершены. Как люди, которые занимались демонтажом, либо не понимали, что они делают, либо понимали настолько, что они вдвойне преступлены, когда они хотели одним ударом уничтожить вот это культурное наследие, так, чтобы вообще от него ничего не осталось. Это мое мнение. Его разделяют очень многие. И оно является, в общем, положено в основу заявления Союза Архитектов. Это мы немножко отвлеклись в сторону демонтажа. А так-то неплохо было бы поговорить еще о том, что именно. Демонтировали. Значит, я употребил, что это, так сказать, одна из вершин русской инженерной мысли. И это правда. Сейчас, Илья Савельевич, можно, да, конечно, сказать про это, дополнить старого Олега Сергеевича. Пожалуйста, да. Ну, смотрите, значит, очень жаль, что здесь нет инженера Беленького, который, конечно... Белого. Белого, да, извините. Да, Белого. Как его зовут? Григорий Иванович. Григорий Иванович. В Совете Архитекторов мы провели заседание в президиуме, особое совещание с конструкторами. И Григорий Иванович нам очень подробно, с иллюстративным материалом, показал, сколько средств и сил народных сэкономлено на этом сооружении. Там речь идет о количестве материалов, которые идут на перекрытие одного квадратного метра перекрываемого пространства. Оно гораздо ниже, чем в стандартных сооружениях, которые мы могли бы представить, перекрывают подобные пролеты балками или фермой. Значит, вот, наверное, все присутствующие более-менее поинтересовались тем, как именно устроена была конструкция мембрана. Это тонкая, относительно тонкая, значит, от 6 до 12 миллиметров стороной лист сферической формы, что предполагает его абсолютный максимум работы конструкции металлической на квадратный метр. Ну и далее, вся эта вот мембрана подвешена изумительным образом. Тут начинается архитектура. Каждый созерцающий это произведение, он видит, каким образом мембрана присоединена к опорам сооружения. В этом изумительная красота, которую совершенно не видели те, кто таким образом покусился на вот это замечательное сооружение. Это сооружение, ну, я лично его бесконечное жаль. Спасибо большое, да, конечно, Аркадий Сергеевич. Ну, хотел бы добавить, вот как раз по поводу нашей встречи с инженерами в Союзе. Мы достаточно получили подробнейшую информацию. Во-первых, запас прочности мембраны был в 2,5 раза относительно возможного, возможной прочности. Ну, я не буду там поговорить про эти миллиметры, которые там просто удивляют даже нас, архитекторам. Вот это правильно сказал Судасов Владимирович, гениального сооружения, потому что, как можно себе представить, что 6 миллиметров металла держат, держатся на диаметре 160 метров. Понимаете? Это, конечно, фантастика. Хочу сказать, что те заявления, которые были насчет ржавчины и так далее, это, как отметили инженеры, это тоже притянуто немножко за уши. Да, немножко есть, наверное, ржавчина и так далее. Но она не являлась такой причиной и не являлась, как бы, таким аргументом признать это здание аварийным. Часть инженеров, которые были включены в экспертизу, заявляли, что здание ремонтно пригодно. Вот, поэтому это выпало из окончательного заключения экспертов и прислушались только к цифре 40%, которые высказали им там, что это, дескать, уже тогда аварийное. Вот, если вспомнить опять этот трагический ролик и то, о чем сказал Светлана Светлана Владимирович, что уже было заранее ослаблены вот эти конструкции, вообще, конечно, удивительное совпадение. 31 числа, значит, подача наших материалов по новой, да? 31 числа, если исторически посмотреть, в 80-м году был подписан в Совете Министров в СССР, ну, как бы, разрешение эксплуатации. Все 31 числа. Это какой-то, и вот этот трагизм 31 числа тоже как-то вот очень даже, ну, не то, что настораживает, но как-то сразу же становится немножко ясно. Попытка и скороспелость вот этого, среди этих всех решений. Я спросил у инженеров наших, вот как бы грамотно можно было разбирать, допустим. Ну, дошло, допустим, до разборки. Но совершенно не таким способом, как это было сделано. Потому что, если вы обратили внимание, рухнула вся кровля, и она осталась целой. То есть, как бы, вот этот потенциал заложенной, несущей способности вот этой мембраны, показал себя даже в момент разрушения. Если вы посмотрели внимательно, то, наоборот, развалилось вот это бетонное кольцо, которое как раз призвало держать вот эти предварительно напряженные струны, как их мы называем. Вот, то есть и то, и в бетонном кольце, как нам было сказано, людьми, которые очень хорошо знакомы с процессом строительства этого сооружения, и с проектом, там тоже заложена где-то в два с половиной раза прочность. Но, как нам, опять же, инженеры сказали, они, кстати, сделали подсчеты. Подсчеты вот этого момента разрушения. И вот, действительно, вот это варварское, вот это начало, вот это, когда отпиливаются вот эти части, нагружает вот то, на что остается, три раза больше нагрузка возникает. Естественно, он не выдерживает уже в этот момент. Но это и то, и только из-за того, что варварская вот эта неграмотная система демонтажа была. Вот я же хотел бы добавить. Светланд Савченко. Александр Александрович, смотрите, вот давайте проведем небольшую аналогию. Вот людям, которые разрушали СКК, и потом говорят о том, что она рухнула из-за ветхости, не пришло в голову, что если из ротонды вокруг купола Исаакиевского собора убрать примерно такое же число колонн, то весь купол рухнет. Это что, говорит о ветхости Исаакиевского собора? Нет, конечно, нет. Вот это все, что я на настоящий момент хотел сказать. То есть правильно я понимаю, что условно говоря, если бы в 1979 году, когда здание только построили, стали производить бы вот такие же операции по отрезанию несущих вант, чтобы произошло то же самое? Да, безусловно, конечно. Абсолютно. Да, очень хорошо бы вложить мысль на эксперимент. То же самое произвести через месяц после того, как сооружение было введено в эксплуатацию, произошло бы точно то же самое. А вот, значит, заключение геореконструкции все-таки относительно аварийности мембраны. Мы вот на этом ролике с даже некоторым изумлением видим, что мембрана-то так и не разрушилась, несмотря на то, что все остальное погибло и в результате вот этого отрезания несущих связей разорвало практически все, кроме, собственно, той самой якобы аварийной мембраны, которая просто легла внутрь и... Некоторые подробности о мембране. Это огромная плоскость. Она была повреждена ржавчиной из-за безобразной эксплуатации. Каков был характер этих повреждений? Они носили разнообразный локальный характер. По существу, если можно тоже к образом прийти, это были, ну, дыры в полотнище такие. И то, и даже в самых худших местах, в самых худших местах, да, никаких дыр не было. Это я напрасно сказал, что это дыр. Это было некое истончение, которое как раз достигло такого момента, когда вот этот двух, двух с половиной кратный запас прочности превращался в полуторный, лединарный. Никакие эти истончения не могли в течение еще 50 лет без всякого ремонта привести к обрушению кровли. А при должном ремонте можно было... Сооружение служило бы еще 150-200 лет. То есть фактически, в общем, сознательное уничтожение, а не какие-то причины, связанные с техническим состоянием. Это вот такое наше коллективное мнение. Хорошо. Коллеги, я напомню, да, вот уже прозвучало, что 31 января действительно истекал тот самый 40-летний срок, когда было подписано уже органом государственной власти в 80-м году решение о приемке этого здания. Напомню очень коротко, что еще весной 2019 года Санкт-Петербургское отделение ВАПИК и Санкт-Петербургский союз архитекторов подавали в ГИОП заявление о выявлении данного объекта. Собственно, мы до сих пор продолжаем считать, что были у комитета тогда все основания для того, чтобы этот пакет документов рассмотреть. Потому что что написано у нас в 73-м федеральном законе? 40-летний срок должен пройти до включения объекта в реестр. Собственно, включение в реестр происходит только после проведения государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта, а сам выявленный объект появляется как раз в результате вот этой вот процедуры подачи заявления и комплекта документов в ГИОП, и в течение года по нему должно быть принято то или иное решение о включении в реестр. То есть мы исходили из того, что так как в конце декабря 79-го года был подписан акт приемки здания в эксплуатацию, оно уже существовало таким образом, было полностью построено, с этого момента мы отсчитываем год, таким образом с начала 2019-го года, даже если операция не на конец декабря, она вот 31 января 80-го, стоит с 1 января 2019-го года, наступал годичный срок, достаточный для того, чтобы выявить объект и провести все необходимые экспертизы, чтобы потом, да, уже с января 2020-го года оно могло быть включено в реестр. Но отказ комитета, совершенно, конечно, с нашей точки зрения, незаконный, был, ну, как бы, аргументирован тем, что вот здание было реально завершено строительством к Олимпиаде 80, только в мае 80-го года завершались все, так сказать, там, какие-то работы по его завершению отделки, введения в эксплуатацию. Хотя понятно, что уже принятое госкомиссии в декабре 79-го, оно было готово на 100%. Я бы попросил Александра Викторовича Кречмира, да, как историка архитектуры и специалиста по, в том числе, советским сооружениям, да, который делал вот специальный доклад на анциферовских чтениях, посвященный этому комплексу, сказать несколько слов вообще о градостроительной ситуации и о контексте, да, в котором, собственно, эта вся история, связанная с Парком Победы, связанная с вот этой вот перспективой на СКК, которая была завершена, а план, я так понимаю, еще как бы сразу послевоенный, да, конца СКК, немножко рассказать нам о, так сказать, вот этой всей целостности градостроительного решения. Спасибо. Я вначале хотел бы продлить, продолжить мысль Олега Сергеевича о проблеме, которая сегодня существует, проблема выявления новых объектов культурного наследия. И КГОП очень любит ссылаться на неизученность данной сферы. Но вот хочется напомнить, я не случайно сегодня, да, взял такую небольшую книжную выставку, что вот в 2000 году вышла вот такая замечательный сборник Зочи и Санкт-Петербурга XX века, а в 2003 году наш знаменитый историк архитектуры Борис Михайлович Кириков выпустил один из первых вариантов своего труда, который называется «Архитектурные памятники Санкт-Петербурга стилей и мастера». И как раз таки, если мы заглянем в эту книгу, то под номером 98 у нас идет спортивно-концертный комплекс. И начинаются памятники поздней советской архитектуры, конечно же, с финляндского вокзала. И проблема выявления, она четко обозначилась, когда КГОП отказал во включении бесспорного объекта культурного наследия, как раз таки, финляндского вокзала. И сегодня мы знаем, что РЖД заявляет о реконструкции и финляндского вокзала в том числе. Подразумевается расширение зала ожидания, надстройка двумя этажами. И мы теперь прекрасно понимаем, почему КГОП имеет такую позицию о непринятии, о невыявлении этих замечательных памятников поздней советской архитектуры. Потому что уже давно, существуют планы реконструкции. И сейчас навесла угроза и над аэропортом Булково. И также самый сегодня сложный объект, потому что он был закончен в 1982 году. Соответственно, 40 лет ему исполнится только через 2 года. Это великолепный морской вокзал. И мы сегодня понимаем, что действительно эти объекты нужно спасать. И проблема существует в том, что многие задаются вопросом, а где же вы все были раньше. И хочется снова-таки напомнить, что специалисты, историки архитектуры давно ведут работу и по звучанию советского наследия, и по составлению списка. Санкт-Петербургский союз-архитектор составил в 2009 году свой список. В 2013 году Борис Михайлович Кириков представил. Ну а 6 февраля 2019 года уже Президиум Совета Санкт-Петербургского городского отделения ВАПИК на своем заседании решил, что должна быть создана рабочая группа в составе Маргарии Сергеевны Штигрис, Бориса Михайловича Кирикова и Александра Викторовича Кречмера. И как раз-таки целью этой группы было создание нового списка и срочная подача заявления. И вот как раз-таки 14 марта мы подали совместное заявление и Кокеок нам отказался рассматривать это заявление. И основной аргумент абсолютно ничем не подтвержденный это то, что СКК был сдан только к Олимпиаде 80. Да, и мы сейчас с вами предыдущую фотографию верните, пожалуйста, мы видим, что первое массовое мероприятие действительно было проведено только 19 мая 1980 года. Но это не говорит о том, что объект не был и не эксплуатировался. Действительно, и в советские годы крайне редко происходили массовые мероприятия. И опять-таки хочется напомнить, что колоссальная инициативная группа у нас работает во главе с Ларисой Лопаткиной. И спасибо ей огромное, и спасибо кандидатов губернатора на тот момент Надежды Тихоновой. Только благодаря их усилиям архив, архивный комитет все-таки нам выдал вот эти исторические документы, акт приемки в эксплуатацию Государственной приемочной комиссии законченного строительством пускового комплекса универсального спортивного зала на 25 тысяч мест. Это дата 29 декабря 1979 года. И 31 января был издан приказ о приемке в эксплуатацию универсального зала на 25 тысяч мест в Ленинграде. И соответственно мы имели уже в конце года документы, которые опровергали утверждение КГО о том, что объект сдан только к Олимпиаде. И когда сегодня говорят объект утрачен, за что же вы боретесь? А прошу вернуть фотографии 1946 года план. Хочется напомнить, что спортивно-концертный комплекс он существует не сам по себе. Он является это достаточно концептуальный проект был создан еще в 1946 году. Проект, который мы все знаем как Московский парк Победы. Предыдущий еще, пожалуйста. И еще. Еще раньше. И мы с вами видим, что вот посмотрите пожалуйста, что в 1946 году, как мы знаем, после Победы началось перепрофилирование вот этого парка культуры отдыха уже как мемориального объекта. И именно из мемориальной зоны абсолютно логично была выведена зона, то что мы сегодня называем зона активного отдыха, зона спорта. И вы понимаете, что в 1946 году естественно тема того, что на территории Московского парка Победы у нас находился действительно крематорий блокадный, потому что там кирпичный завод был. Соответственно, абсолютно логично, что эта зона повторяюсь, была мемориальной, но и мы сейчас видим, что во второй очереди у нас был спроектирован открытый стадион и естественно по масштабам его можно сравнить со знаменитым берлинским стадионом, на котором проходили Олимпийские игры, средств на вторую очередь не было. Потому что напомню, что даже посадка деревьев происходила на субботниках. И только в 1966 году появились средства и началось строительство спортивно-концертного комплекса. Он тогда еще назывался универсальный зал. И на следующих проектных материалах мы с вами видим градостроительную ценность этого ансамбля. Мы действительно сегодня говорим о потрясающем ансамбле, о грандиозной анфиладе, которая начинается с площади Чернышевского от гостиницы «Россия». Это огромная анфилада, в которой вместила себя аллею героев. У нас замечательный фонтан «Венок славы». И действительно здесь невероятная связь от мира, войны. И как раз-таки спортивный комплекс является достаточно важным семантическим объектом, потому что это действительно место новых сражений, но спортивных. И вот этот потрясающий образ, который был создан, вот это железобетонное кольцо, висящее в воздухе, это тоже некий «Венок славы», но венок уже получается спортивных достижений. И вот если мы посмотрим на иллюстрации, когда перспектива замыкается, то действительно образ невероятно интересный и легкий. У нас перспектива парка замыкалась достаточно интересным и можно так сказать парковым павильоном. И сегодня мы настаиваем на то, что естественно и КАМОС, и ВАПИК, и САЗА архитекторов настаивают на высокой историко-культурной ценности спортивно-концертного комплекса, но хотим напомнить, что этот комплекс стоит в Парке Победы. Спортивно-концертный комплекс это огромная территория, это вторая очередь Московского Парка Победы. И само здание, это здание универсального зала на 25 тысяч мест, и поэтому сегодня мы боремся и в том числе за сохранение вот этого интереснейшего партерного парка. Ну и конечно, я думаю, что все меня поддержат, ни о каком новом строительстве наверное все-таки речи быть не может на месте этого объекта. Ждем решения Кагиопа. Я вот как раз хотел бы перед тем как мы перейдем к вопросам СМИ наверное задать последний вопрос нашим коллегам из Союза Архитекторов. Вот обсуждался на последнем президиуме все-таки сюжет ну вот сейчас уже эта трагедия гибели уникального сооружения произошла. Можно ли еще что-то восстановить? Можно ли еще что-то сделать? Какие сейчас есть реальные возможности для того чтобы все-таки мы не потеряли и градостроительную и архитектурную ценность этого объекта? Да естественно мы и собрали позвали инженеров и так далее чтобы решить что делать дальше потому что ну вот произошла вот эта трагедия разрушилась все равно надо разбирать все это в любом варианте и конечно мы задавали вопрос что дальше что дальше и дело в том что проект вот этот тот проект он сохранился абсолютно вот инженеры нам ну опять же подтвердили высокую ну как бы высокое качество вот этого проекта и то что было осуществлено и конечно вот если вы наверное читали мы дополнили на нашем сайте наше заявление неким таким ну обращением что ли которое называется если у нас было первое крушение да называлось да а второе было у нас названо восстановление мы раздали коллегам журналистам тоже есть в вашей разданке вторая страничка вот это дополнение есть там позиции которые ну и проистекают именно после встречи с инженерами мы считаем что все-таки возможно возвращение вот возрождение вот этих основных конструкций несущих вот потому что если говорить о тех предложениях которые уже появились от некой проектной группы московской которая как бы победила там в каком-то тендере но все это мы официально мы об этом ничего не знаем официально но все доходит каким-то партизанским способом и там уже есть какие-то предложения как мы их условно назвали все наши коллеги всех причем хочу подчеркнуть уважаемые представители СМИ здесь такое единодушие и молодежи и старшего поколения и среднего в этом вопросе просто удивительное вот это вот так немножко отступление от темы и там появились вот какие-то клюшки такие мы их назвали клюшки вот которые как бы призваны там кружить вот этот барабан то есть как бы барабан сохраняется в том диаметре который был там 160 метров но добавляются вот эти клюшки вокруг естественно искажение идет облика стопроцентное поэтому тут даже еще хочу добавить конечно еще этот проект еще не дошел до градусовета вот как это все будет дальше вот с точки зрения продвижения этого проекта или нет но во всем случае у нас есть некое намерение что возможно восстановление вот этих основных конструкций внутри пожалуйста значит там можно реорганизовывать пространство как угодно на уровне самых современных технологий но вот внешний облик должен быть как-то возвращен вот так немножко уточню слова уважаемого Олега Сергеевича прежде всего речь идет не о внешнем облике конечно о восстановлении исторически важного достижения русского народа этой самой конструкции при этом немножко вторично даже внешний облик здания безусловно задачи поставлены международной федерацией хоккея по приспособлению этого сооружения к задачам которые должны быть во время проведения чемпионата они абсолютно возможны при сохранении старой конструкции исторической конструкции и к этому есть как минимум две концепции которые удовлетворяют по объемно пространственным технико-экономическим показателям этим требованиям при сохранении исторической конструкции все что требовалось это подчиниться здравому смыслу принять одну из этих концепций о приспособлении конструкции здания СКК частичному сохранению его внешнего облика и приспособлению вот вот этого сооружения под новые задачи противовес этому здравому смыслу было принято решение которое мы сегодня видели на замечательном ролике все старое мы снесем а новое построим спасибо не надо спасибо большое уважаемые коллеги мы тоже обсуждали на произведенную вратрику всю эту ситуацию и хотим предложить нашим коллегам из союза архитекторов и из Санкт-Петербургского и Хамоса что наверное было бы разумно сейчас в сложившейся ситуации образовать общественную комиссию которая могла бы проанализировать весь имеющийся материал причины того так сказать почему все-таки произошло обрушение вот именно таким образом и что еще сейчас можно было бы сделать для восстановления этих уникальных конструкций потому что я думаю что конечно мы будем встречать достаточно сильное сопротивление этой идее поэтому если мы будем поддержаны считали бы необходимым вот такое общественное продвижение этой идеи восстановления из КАКА с привлечением лучших петербургских специалистов инженеров конструкторов архитекторов и в этом отношении считаем что ну то что произошло 31 января наоборот может быть будет способствовать некому сплочению петербургского и архитектурного инженерного сообщества вот эти вот грандиозные задачи теперь восстановление совершенно варварски безграмотно разрушенного уникального здания коллеги я хотел бы теперь дать возможность всем представителям средств массовой информации задать вопросы нашим гостям пожалуйста представляйтесь не забывайте называть какой из мира представляете и задавайте ваши вопросы можно Виктория Уздинария новости у меня два вопроса первое скажите пожалуйста когда вы ожидаете ответа от Киопа в достижении возможности включить из КАКА в реестр на своем памятнике и второе скажите пожалуйста а технически существует ли возможность признания памятника здания которое теперь доходится в такой степени разрушения спасибо спасибо хороший вопрос ну когда там Геоп ответит не ответит я думаю 90 дней есть с подачей по второму вопросу является ли он там потом памятником и так далее ну наверное я теоретически не могу сказать как это будет оформлено или как это было признано но во всем случае вот даже понимаете есть такое понятие там реставрация там воссоздание в данном случае будет воссоздание это и как бы не фактически реконструкция так получается а воссоздание как это будет считаться но во всем случае в любом В любом случае вот эта мембрана, которая как гениальное сооружение, гениальное решение инженерной мысли, останется вообще в веках даже без какого-то такого штампа оригинала. Ну вот здесь есть нюансы, которые мы будем обсуждать и как это трактовать, но во всем случае возрождение, возрождение это уже большой плюс, потому что, знаете, немножко в сторону уйду относительно вот этих вопросов, новых вот этих, допустим, возрождений и так далее. Вот лично даже по моему проекту были созданы каналы около инженерного замка с возрождением центрального мостика. Вот как это считать вообще? Вот как? Ну это относится к памятнику, естественно, без него, без этого центрального моста это не полноценный как бы памятник в целом, да, а по сути это новодел. Вот понимаете, здесь вот есть такие нюансы, даже у реставраторов есть немножко разные мнения насчет вот воссоздания или там реставрации, реконструкции. Я коротко дополню ответ, но не буду ссылаться на там хрестоматийные примеры восстановленных наших пригородных памятников, погибших практически в значительной степени во время Великой Отечественной войны. Совсем гораздо более свежий пример, да, знаменитый портик Русска на Невском проспекте между гостиным двором и зданием Городской думы, да, был полностью разобран при строительстве сначала наклонного хода метро Невский проспекту за чем подземного перехода. Воссоздан полностью по чертежам и по иконографии. Сейчас я думаю, что мало кто помнит о том, что не существовало какое-то время этого объекта, что это восстановленный памятник, памятник федерального значения. Поэтому да, конечно, закон позволяет охранять такие объекты, воссозданные в том числе. Нет, простите, я имела ввиду, может ли ГИОП принять решение отключения... А вот может ли ГИОП принять такое решение, это вопрос, наверное, надо адресовать к ГИОПу, да. Это, ну, мы понимаем прекрасно, отчасти, конечно, к сожалению, да, будет вопрос не столько профессиональный, сколько околополитический, я бы даже сказал, да. Пожалуйста, коллеги. Да, пожалуйста. Надежда Самулива, агентство Интертфакс. Вы точно не планируете ли вы обращаться в суд, чтобы приостановить работы, которые сейчас на объекте проводятся? Потому что в вашем заявлении в ГИОП я говорю, что якобы если заявление подано, то ГИОП должен написать собственника эти работы прекратить на время рассмотрения заявлений. Но ГИОП утверждает, что закон, собственно, такого не предусматривает. Ну, давайте я отвечу, да. Закон действительно не так жестко формулирует эту позицию, как прекращение любых работ. Но закон действительно устанавливает, что если подано заявление на выявление, собственник или пользователь объекта должен быть уполномоченным органом уведомлен о том, что такое заявление поступило. И, естественно, до того, как это заявление будет рассмотрено и принято какое-то решение положительное и отрицательное, не может этот объект уничтожать. Собственно, в этом как бы заключается. И, да, я думаю, что нынешний пользователь Скайена будет пытаться говорить о том, что они всего лишь там, я не знаю, убирают мусор. И, ну, пока, строго говоря, да, действительно каких-то радикальных работ там не ведет. Но уже и то, что происходит, с нашей точки зрения, начинает выходить за установленные законом рамки. Поэтому, да, если это будет продолжаться и уполномоченные органы не будут предпринимать никаких мер, возможно, вполне придется обращаться в прокуратуру, в суд. В общем, как-то, так сказать, принудительно влиять, да, юридически на эту ситуацию. Пожалуйста, да, еще вопросы. Санкт-Петербургские ведомости, пожалуйста. У меня три, наверное, вопроса. Сначала к левому от меня, потом к правому. Господа архитепторы, вы уверены, что сейчас есть, скажем так, есть возможности воссоздания этой мембраны при современном, извините, качестве труда? Это первый вопрос? Да. Короткий ответ, да. Почему у вас сомнения встреч на вопрос? Потому что сейчас делают так, что ничего не держится. Нембраны. А тогда делали очень качественно. Дмитрий, это, извините, до некоторой степени спекуляции. Ну, вопрос закономерный, наверное, да, потому что мы видим много примеров. Значит, если все-таки по существу отвечать на ваш вопрос, то, да, конечно, существует техническое. А вот конкретно, при современном культуре труда у нас, вот я понимаю, что можно все, можно построить Бурдж-Дубай. Вадим, культура труда зависит от многих факторов. От мощности организации, которые трудящиеся, которые представляют этот труд, представляют, от политической воли. И, конечно, в целом на выходе положительный ответ. Конечно, да, существует такая техническая возможность, безусловно. Нет, я не про техническую возможность. Хорошо, но, хорошо, пожалуйста, культура труда, да, культура труда вполне соответствует. Пожалуйста, второй вопрос. А теперь к правому флангу, да, от меня. Александр Ильич, вы упомянули Бринянский вокзал. Вот не помните эту историю? Когда были обращения на включение объекта? Примерно хотя бы. Когда были отказы? Так, это как это выглядело? Ну, на наш скидку хотя бы, примерно, плюс-минус, там, где-то. 18-й год. Это совсем свежая история. 18-й год. Это совсем свежая Кирилл Страхов, если я не ошибаюсь. Подавал заявление, и глупейший был аргумент, что здание построено не по оригинальному проекту архитектора Николая Барановича Баранова. А мы, наоборот, да, историки архитектуры, гордимся тем, что произошла трансформация проекта, да, потому что, действительно, очень сложная и политическая ситуация. Все мы знаем, что Ленинградское дело было, да, в это время. Шишечек какой-то упор. А это все достаточно раньше начиналось. Проектирование Финанский вокзал очень долго велось, и Баранову пришлось даже выехать в другой город, чтобы спастись практически, да. И, что удивительно, вот, и было, да, вот это положение 1955 года об изысках, исключения, да. И в итоге мы, действительно, получили первый образец современной архитектуры в городе, да. И то, что вот у нас архитектура действительно появилась, и, можно сказать, это некий очередной виток неоклассицизма, и таких объектов у нас три. Это Финанский вокзал, здание Тюза и здание телецентра на Чепыкино. И вот эти три объекта, они как раз-таки являются бесспорными объектами культурного наследия. И, опять-таки, Кагеоп сослался на вот эти два фактора. Что у нас архитектура этого периода мало изучена, и что окончательный вариант – это не полностью проект Баранова. Вот абсурдность, да, этих выводов... То есть, видите, они отказали его включение в перечень выявленных объектов, да? То есть, экспертиз еще нет? Они отказали, по факту заявления. Экспертизы могут быть только на выявленный объект сегодня, с 2015 года по законодательству. И еще вопрос, уточняющий, опять, к реплике о 1982-м годе. Правильно ли я понял, что юридически не обязательно ждать 40 лет, чтобы включить... Собственно, это был предмет судебного рассмотрения, насколько я понимаю. Не обязательно ждать 2022-го года, чтобы включать объект в список выявленных. Я имею в виду Москву. Ну, позиция комитета сегодня другая. То есть, позиция ГИОПа... Пока ровно 40 лет не исполнится. Да, вот пока ровно 40 лет не исполнится. Даже выявлены. Даже выявлены. Позиция комитета именно такова, хотя, так сказать, позиция наша... И они не учитывают, что процедура экспертирования может занять как минимум год. Нет, дело в том, что по закону написано не более года, да, если выявлен объект включен в список, в течение года должно быть принято решение о включении в реестр. А 40 лет с момента включения в реестр. Вот этот 40 плюс 1 они не хотят, так сказать, считать. 40 минус 1, да, неважно. И Куйбышевский суд поддержал эту позицию, к сожалению. Ну, Куйбышевский суд по, действительно, иску, который был рассмотрен в конце 2019 года, встал на позицию ГИОПа, суд первой инстанции. Но я хотел бы обратить внимание, что решение это так и не вступило в законную силу, потому что оно было обжаловано в городском суде. Городской суд так пока еще и не рассмотрел апелляционную жалобу, которая была подана. Поэтому на сегодня мы по этому вопросу, по сроках, не имеем никакого вступившего в силу судебного решения. Ну, хочу напомнить, что Борис Лазаревич Вишневский подал заявление в конце года, да, в конце декабря, и ГИОП ему отказал принять этого заявления. Нет, сейчас мы уже обсуждаем юридическую сторону. Ну, вот нарушение, оно идет. А вот не взяли, это уже в качестве вопроса пожелания, не взяли какую-то юридическую экспертизу, вот эту проблему, ВОПИК не может как-то заказать, ну, скажем, у юристов, теоретиков, там, таких, которые в этом законодательстве ориентируются хорошо. Хочешь, чтобы было какое-то, ну, как в суде принято, да, вот мы, впрочем, приобщить, значит, вот. Ну, здесь есть только два варианта, на самом деле, толкование существующей нормы федерального закона, либо сам федеральный законодатель, то есть Госдума должна давать какое-то толкование, либо это вступившее в законную силу решение суда, в этом отношении, ну, пока процедура еще продолжается. То есть вы не будете. Но пока... Нет, не завершено. То есть они не назначили срок, я просто смотрю. Пока нет. Спасибо. Так, коллеги, будьте добры, еще вопросы есть. Так, к сожалению. Если больше вопросов никаких нет, мы тогда основную часть завершаем, можно уже пообщаться с нашими гостями непосредственно лично кувуарно, пожалуйста, какие-то еще вопросы, уточнения. Спасибо всем, кто принял участие. У нас есть здесь тексты нашего заявления, кого заинтересует, можно ввести на столе. Мы всем раздали. Субтитры сделал DimaTorzok Далее.